Часик внимания! Ну, название моего доклада на экране и я бы хотел сказать какие-то предварительные слова, чтобы была понятна задача или задачи, которые приводят к тому, о чём я буду рассказывать. С одной стороны, когда мы бывали в Египте и когда смотришь на те же пирамиды, смысл которых мы пытаемся понять, с другой стороны, когда попадаешь в какие-то храмы, например, храм Дендера меня особенно очаровывает, в котором это практически огромная библиотека и можем ли мы её прочесть. Есть такая замечательная книжка, автор Робинович, она называется, по-моему, «Алхимия». Но смысл этой работы в том, что он берёт один небольшой алхимический текст и на протяжении всей книги он его разбирает, книга в странице где-то 300-400, и показывает, что этому тексту присущи самые различные уровни смысла. То есть самый первый, который мог бы быть прочитан, скажем, современным химиком, он просто даёт некую химическую формулу, которую, в принципе, можно повторить, это всё работает. Дальше следующий уровень смысла – это некая социальная ситуация, некая духовная. И вот таких он там несколько уровней очень детально прослеживает. И это всё один и тот же текст. Средневековые алхимики, они своими учителями обычно считали египетских жверцов, то есть как-то выводили оттуда, пытались какое-то знание получить, и в то же время какие-то принципы представления того же текста. Это я всё к тому, что, допустим, те тексты, которые, скажем, историки переводят в таком социально-культурном каком-то аспекте, если их начнут переводить, скажем, медики, они могут получить совершенно другой текст. Будут переводить физики – это может быть ещё один текст. Не исключено, что всё это содержит много таких уровней смысла. И давайте представим, что вот этот текст, он дан нам, скажем, прямо на рост. Ничего не надо переводить. А сможем ли мы его понять? Потому что, вот, если вы возьмёте какую-нибудь там, скажем, современную статью в хорошем журнале, какой-нибудь молекулярной генетике, ну, вот, касается тех, кто и никогда не занимался. И вы попытаетесь читать, я думаю, что, несмотря на то, что это всё на русском, знакомыми словами вам так будет, ну, в основном, союз. То есть, чтобы понять какой-то текст, мы должны быть к этому как-то подготовлены. И поэтому, даже если бы у нас лежал, наверное, на столе вот свод всех знаний египетских, совсем не факт, что мы могли бы это прочесть. или, ну, могли бы это адекватно понять. И это один момент чисто такой научный или познавательный. А второй момент, он касается того, а что было интересно этим людям, то есть, о чём они писали, что их волновало. И вот какие-то речи идёт о каких-то базовых ценностях. И если посмотреть, вот, например, такой известный момент, фрагмент, когда к македонскому подходит какой-то вот изобретатель того времени и предлагает положить перед войском там борон, чтобы вражеская конница, когда пойдёт в атаку, вот, кони будут ранить ноги, будут падать. будут падать всадники, и они будут гибнут тут же. И, вот, казалось бы, очень эффективно. С нашей современной точки зрения ему должны были дать грант, чтобы он ещё всё доработал и тут же скорее применить. Македонские приказывают казнить, потому что подобный способ ведения войны не вписывается в тот идеал благородного мужа, который походит через эпоху эллинизма, античность. И вот это им было главное. И именно тогда появилась вот эта традиция акме, когда человек уходит из жизни добровольно, потому что, вот, как бы, он достиг расцвета, а дальше вот этот вот образ благородного мужа он будет только скисать. Или, скажем, те же китайцы, которые и изобрели порох намного раньше, и европейцы, почему-то не превратили это в оружие. Наверняка в процессе каких-то занятий с ним, там, не знаю, что они делали. Фейерверк отпускали, наверное, кто-то там ранился. Наверное, кто-то за всю историю погиб, и было понятно, что это можно превратить в оружие. Но вот та система ценностей, которая была у них, они не смотрели в эту сторону. Ну и можно там сравнить, скажем, средневековье, когда за какое-то инакомыслие люди попадали на костёр, если они высказывали какие-то идеи, которые по мнению тогдашних судей противоречили священному писанию. В современное время можно найти аналоги этому и с другой стороны буддизм. Вот тут кто-то говорил, что в Индии вместо мухобойки там такая штучка, чтобы мух изгонять. То есть не убей никакое живое существо. И вот если посмотреть какие-то базовые конструкты, которые создают ту или иную систему ценностей, то мы перейдём к моменту, что это всё упирается в некое мировоззрение, мировоззрение, которое говорит о том, что будет после смерти. То есть когда в том же буддизме, в христианстве люди считают, что есть какая-то реальность. В общем-то и считают. Но с другой стороны, если мы говорим, что это реальность, и для людей, которые имеют определенный духовной опыт, это в общем-то не гипотеза, это скорее доказанный факт, тогда если есть реальность, то наверное можно говорить о какой-то аналоге, физике, то есть она должна обладать какими-то атрибутами. Ну, аналог может быть какой-то материи, взаимодействий. То есть вот какие-то базовые, основные свойства вот этой реальности могли бы быть. Но вот это первый вопрос, по поводу которого я хотел бы немножко порассуждать. Но с другой стороны, вот к моей теме можно было бы подойти, если говорить о каких-то самых базовых конструктах. И на нынешнем семинаре это звучало, скажем, в докладе Дмитрия Геннадьевича, когда он говорит, что вот из каких-то базовых примитивов, элементарных событий, пространство-время, вот мы можем вводить всю физику. Кто-то, вот сегодня есть конференция, где будут присутствовать традиционные люди, которые, скажем, это выводят, там Юрия Сергеевича Владимирова из каких-то систем бинарных отношений. Там, Кассандров, какая-то алгебродинамика. То есть из каких-то самых простых, элементарных вещей мы пытаемся построить физику. И стоит такой вопрос, а можем ли мы, вот построив эту физику из таких, идя таким путем, описать мир как целый или хотя бы те системы, которые нас окружают. И вот этот вопрос, мне кажется, наиболее глубоко исследован по общей теории системы. И она отвечает на него отрицательно. Ну, в первую очередь, потому что существуют некоторые уровни организации, атомарные, молекулярные, уровень каких-то клеточных структур, организменных. И переходя из одного уровня на другой, у нас появляется некое качество, которое не может быть получено исходя из тех конструктов, которые, скажем, характерны для атомного уровня. Ну, такой классический пример – это песчинки и куча. То есть вы берете песчинки, добавляете их, добавляете, и в какой-то момент у вас появляется объект, который можно назвать куча песка. И вот те свойства, которые уже присущи этой куче, они не присущи отдельным песчинкам. То есть они уже присущи вот какому-то коллективу. Ну, это такой примитивный пример. Когда мы говорим о каких-то живых системах, тот же цыплёнок, он, вот, качество цыплячести цыплёнок, он содержится, там, не какой-нибудь, там, опорно-двигательный, не кровеносный. Вот мы можем изучить последние молекулы. Но при этом вот то, что мы имеем, определяющее качество, оно, это следующий уровень. И вот это вот одно к другому не смотрится. И, ну, здесь, я говорю, есть наука общая теория системы, которая пытается это изучать. И основные вот конструкты, которые здесь, это вот, появляется такой термин, как качество. Очень важно целостность, потому что каждая система, она, вот, с точки зрения вот этого качества, является неделимой. То есть цыплёнок, вот, сам он не может быть поделен. То есть может быть там поделена тушка, но вот, как живой организм, вот он должен быть целостным. И так, в общем, на каждом уровне. И если посмотреть, вот, как бы мы могли подойти вот к этим понятиям целостность, качество, и рассмотреть какие-то самые элементарные конструкты, которые, с которыми мы могли бы что-то строить. Тогда, вот, ну, есть достаточно большая философская литература, которая, значит, говорит о том, что вот такими конструкциями являются вещи, свойства, отношения. Причём, когда мы приходим к каким-то элементарным категориям, это в силу их элементарности, мы приходим к какому-то множеству самых, наиболее базовых категорий, которые, так как она элементарна, мы неразложима уже более ни на что. Мы не можем её определить, вот, как бы, в редакционистском смысле, а мы их определяем друг через дружку. Вот, и поэтому я хотел бы рассмотреть такой конструкт, который элементарными составляющими, который является качество, целостность и отношения. То есть то, о чём я буду говорить, можно было бы назвать, скажем, некими основами теории элементарных отношений. То есть элементарных в том смысле, что они неразложимы уже на более простые. То есть это вот самые некие такие примитивы. И начать я хотел бы вот из такого, ну, по сути, из обыденного наблюдения, что, если мы посмотрим, любое качество, ну, вот, из всего, что нас окружает, температура, она может быть высокой, низкой, там, электрический заряд, положительный, отрицательный, магнитный, северный, южный. То есть всегда у нас любое качество, оно имеет какие-то два полярных атрибута. И вот эти два полярных атрибута, они задают, по сути, некие предельные крайние выражения этого качества. И мы можем построить всегда некую шкалу вот между ними. И вот если внимательно проанализировать и какие-то конструкции науки, и там, философии, там, ну, в общем, все, что мы знаем и все, что нас окружает, то окажется, что по большей части вот это все описывается каким-то качествами, которые могут быть вот выражены именно так. Мы, вот, назовем их двухполярными, вот, как бы, по числу тех полярных атрибутов, на которые, ну, которые, ну, которые, ну, являются крайними выражением вот какого-то спектра свойств этого качества. Ну, как говорится, там, температура высокая, низкая, ну, и вес тяжелый, легкий. И можно заметить, что все эти качества, они, на самом деле, образуют некие такие полярные пары, у которых они, на самом деле, это проявление некого единого целого. То есть, мы не можем разделить никогда эти полюса, потому что они, как бы, взаимоопределяющие. То есть, мы не можем говорить о высоком без понятия низкого, ну, и по аналогии. И поэтому, ну, вот, на этом рисуночке внизу, внизу слева, ну, вот, я обвел вот в некий такой серый кружочек, чтобы как-то это подчеркнуть, то, что это, на самом деле, нечто единоцеллое. Ну, и блестящее тумис выражает известный символ Игия. То есть, здесь я, на самом деле, не сообщаю вам ничего нового, я повторяю достаточно известные вещи. Вот, и в дальнейшем, просто для удобства, именно двухполярные вот эти качества, которым соответствуют, соответственно, двухполярные отношения, я буду показывать, ну, вот, с такой стрелочкой, чтобы их как-то выделять. А вот это двухполярное качество, оно обладает таким... Ну, если проследить, то вот все конструкции, там, понятие, там, формы, поверхности, границы, они тоже связаны вот именно с двухполярными системами отношений. Если мы проследим вот некую систему, которая является двухполярной, то она всегда, вот, некую динамику. И потребуем, чтобы, вот, ну, мы рассматриваем динамику некого объекта, и чтобы вот в процессе этой динамики этот объект всегда оставался целостным. вот, тогда это будет, вот, некая последовательность состояния, скажем, номер один, который является начальным для номер два, вот, номер два, начальный для номер три, и всегда получается вот такая некая траектория. И мы, вот, для двухполярного качества, допустим, невозможно, чтобы из состояния один вот система перешла сразу в два и три, то есть, которая, сохраняя свою ценностность, подчеркиваю, в состояние, которое, ну, скажем, вышло из комнаты, там, через двери, через окно, вот некий объект. Ну, также можно присоединить на эту тему, если чем много работ, что сознание наше, оно, в общем-то, тоже двухполярно. И, вот, в основном это выражается в том, что мы все воспринимаем в терминах таких субъект-объектных отношений, то есть, мы, вот, всегда отдельны от объекта, мы, как субъект, всегда отдельны от объекта нашего восприятия. Всегда вот существует вот это отношение. Но, если посмотреть, вот, я говорю о каких-то вещах, связанных с религией, ну, вот, например, в христианстве, если посмотреть, ну, скажем, на примере, может быть, мистическое богословие, скажем, Дионисия Рапагита, где он говорит о Троице и о свойствах, и попытаться просидеть какую-то логическую структуру всего этого, то мы заметим, что вот то, о чем говорит Дионисий, оно, это не есть, скажем, некие противоположности, там, о которых я говорил, это не есть некие диалектические противоположности, когда вот есть некие полярные состояния, и это целое. Это есть нечто третье, нечто другое. То же самое, скажем, в дзен-буддизме, например, когда вот эта система Каан приходит ученик к учителю, ему дает задачу, которая не имеет логического решения, и решая эту задачу, человек как бы все время пытается вот посмотреть, вот так, такой путь не получается, наоборот не получается, то есть другой какой-то вариант. И на самом деле вот цель всего этого, задачи не имеет решения, ее задача, ее смысл не в том, чтобы ее решили, а в том, чтобы сознание вот этого человека, которое двухполярно, вот, по сути, отключить. И, очевидно, человеку имманентно присущи какие-то иные качества сознания, не двухполярные, которые вот в результате, когда вот он получает это зарядное, вот они как раз и работают. Ну вот, так как мы выделили два полярных атрибута, то, естественно, логически, как бы совершенно логично сделать шаг и добавить еще один, и, скажем, рассмотреть трехполярные отношения. То есть, трехполярные отношения, то есть, вот, вы должны придумать какие-то три вещи, которые взаимно противоположны друг другу. То есть, это не плюс, скажем, минус и вот, скажем, ноль, что-то посередине, это все равно будут двухполярные отношения. То есть, вот, то, о чем я говорю, схематично показано на верхнем рисунке, когда мы имеем некую систему трех-двухполярных отношений. А под трехполярным отношением, ну, вот, наиболее известный пример, это, скажем, основные цвета, там, красный, синий, зеленый. На самом деле, это вот, мы можем рассмотреть, ну, вот, то есть, все эти цвета, как просто проявление некой единой сущности. Вот, у нас есть белый цвет, и, поляризуя его, мы можем получать вот все эти цвета. Ну, или, скажем, смешают, мы получаем вот этот белый цвет. То есть, трехполярное качество, и имеется в виду, что это, вот, некая единая сущность. Это, опять же, это, это, это один объект. У них есть три разных объекта, а один целостный, неделимый объект. Ну, существуют вот такие изображения, которые указаны с правой стороны. Некий аналог вот этого символа инья, который, ну, вот тоже, на мой взгляд, хорошо передает эту идею, что мы имеем дело с чем-то единым, неделимым, целостным, который может проявлять себя уже, исходя из того, что у него есть три полярных состояния, то есть, вот, увеличивается палитра. Но, на самом деле, не только палитра, как будет понятно издавиш. Ну, так мы как-то, на основе того, что я сказал до этого, мы можем, вот, заметить какие-то общие свойства. Например, вот свойство, которое я назвал, как компенсированное состояние. Ну, скажем, для двухполярного качества, ну, вот, если мы, в качестве, возьмем электрический заряд, вот, положительный, отрицательный, но, если мы возьмем, скажем, или равное количество этих зарядов, или, скажем, рассмотрим реакцию, когда электрон, там, и позитрон аннигилируют, исчезает качество электрический заряд, появляется некий нейтральный объект. То есть, компенсированное состояние, такое состояние, в котором отсутствуют любые проявления, вот, свойства этого качества. То есть, свойство электрический заряд исчезает. А в трехполярном случае, вот, свойство цвет, в компенсированном состоянии, когда мы берем, как бы, в нужных пропорциях, красно-синий и зеленый, исчезает, мы получаем, ну, вот, белый цвет, что-то бесцветное. Ну, полярность качества, минимальное количество полярных атрибутов, необходимых для достижения компенсированного состояния. То есть, для двухполярного, понятно, два. Вот, их не может быть меньше для трехполярного. Три. То есть, если взять только два, мы никогда не получим, ну, вот, в том примере, который был показан, никогда не получим вот это компенсированное состояние бесцветное. Ну, и, можно заметить, что, вот, в природе, ну, скажем, на примере того же электрического заряда, что, вот, любое качество стремится к достижению компенсированного состояния. То есть, мы, в основном, вокруг себя имеем, в среднем, нейтральные объекты, хотя они все состоят, там, из электронов, электронов, протонов, из зарядов разного знака, но они всегда компенсируют друг друга. Ну, и поляризация назовем любой процесс, выводящий качество из компенсированного состояния. То есть, это всегда некий... Любая наша теория, которую мы создаем, любой эксперимент, любое измерение, оно основано на каких-то двухполярных процессах. Мы же здесь пытаемся говорить о том, что не является двухполярным. То есть, то, что не характерно для вот этой нашей науки, для любого текста, который есть у нас в библиотеке. И вот эти понятия, они нам нужны для того, чтобы как-то работать с тем, что не является двухполярным. Ну, вот пример шестиполярного качества. Здесь опять я подчеркнул, что это не шесть отдельных каких-то сущностей. Это, на самом деле, некий единый объект. Можно сказать, некая шестиполярная точка. Но она может... То есть, если ее как-то поляризовать в крайней степени, тогда мы можем обнаружить шесть проявлений свойств этого качества. Ну, вот здесь тоже использован цветовой пример. Когда к основным цветам, которые были рассмотрены для торкулярного качества, мы можем добавить еще пурпурный, желтый и голубой. И тогда получается такой конструкт, который может дать компенсированное состояние, в котором исчезнет любой из этих цветов. И, с другой стороны, в отличие от двух предыдущих примеров, здесь у нас происходит следующее. что если внимательно рассмотреть, то мы можем из этого шестиполярного качества выделить некое компенсированное состояние, каждое из которых может давать белый цвет. То есть, компенсированное состояние. Сверху показаны их типы, а внизу этот спектр компенсированного состояния состоит из шестиполярного, двух-трех и трех двухполярных компенсированных состояний. Так как раньше мы говорили о том, что компенсированное состояние связано с понятием взаимодействия, то могут между собой взаимодействовать только, понятно, что одинаковое компенсированное состояние. То есть, двухполярная система и трехполярные, они между собой взаимодействовать не могут в принципе. Но вот шестиполярная, она интересна тем, что за счет того, чтобы ее успеть видеть двухполярное качество, мы можем каким-то образом получать информацию об этой трехполярной динамике или же как-то влиять на него через двухполярные качества. В то время как в чистом трехполярном состоянии вот такая вещь совершенно невозможна. Ну и, чтобы не казалось, что эти примеры, они чисто надуманные. Вот подобные конструкции используются в цветоведении. Многие из вас, может быть, знают. Цветовые заряды кварков, кварковой хромодинамики, вот они как бы подчиняются таким взаимоотношениям. То есть там тоже вводится понятие некого нейтрального состояния. И там вот есть аналоги таких двухполярных и трехполярных состояний. Ну и естественно, что все шесть из них тоже компенсируют друг друга. То есть дают некое нейтральное бесцветное состояние. Ну вот пример четырехполярного качества. Здесь по той же схеме мы получаем, что оно может быть разложено в спец. Любое качество, кроме одно, двух и трехполярных, оно может быть и имеет спец компенсированных состояний. Здесь мы имеем, ну это стандартно всегда четырехполярное компенсированное состояние. И оно раскладывается еще на два двухполярных. Вот примером такой системы отношений может быть электромагнетизм. То есть мы имеем два таких зарядовых состояния. положение отрицательной электрической заряды. Северно-южный магнитные полюса. Известно, что если у нас происходит какое-то изменение электрического поля, это всегда приводит к тому, что изменяется магнитное поле. Если у нас есть электромагнитная волна, тогда любая эта динамика приводит к излучению магнитных волнов. И при этом, скажем, электрические магнитные компоненты, они там всегда связаны, перетекают одна в другую. То есть это на самом деле вот такой единый объект. Ну и вот на примере этого качества можно как-то прочувствовать. Вот если мы возьмем такой элементарный четырехполярный объект, скажем, элементарный излучатель. То в данном случае, вот сохраняя свою целостность, вот эта электромагнитная волна, она уже, в отличие от двухполярного качества, она не распространяется по какой-то траектории. Ну а условно говоря, может выйти одновременно там и в дверь, и в окно, и при этом не теряя своей целостности. То есть это будет тот же объект, обладающий всеми исходными свойствами. Ну вот еще интересный объект, скажем, пятиполярное качество. У него спектр компенсированных состояний состоит из вот таких двух циклов, которые показаны здесь. Это, казалось бы, вроде бы простое число, пятенка. Но на самом деле оно раскладывается на пару циклов. И, ну, опять же, известна концепция усин, которая используется, насколько я знаю, в классической китайской рефлексотерапии. Там используется понятие о пяти элементах. И вот этот первый цикл, который слева, они его называют продуктивным, который способствует развитию, росту и все так. А второй деструктивный, который, наоборот, соответствует угнетению чего-то. И при этом, опять же, вы должны заметить, что вот эта конструкция, которую мы рассматриваем, это не сумма, скажем, каких-то двухполярных качеств. То есть это не сумма некоторого количества двухполярных отношений. А это есть именно некий единый объект. Он рассматривается всегда в такой целостности. То есть вот эти два цикла, там никогда из них не выбрасывают какой-то элемент. Просто вот есть некое последовательное движение энергии, которое рассматривается вот в этой концепции. Ну и последнее качество, о котором я хотел бы сказать. Двенадцатиполярные. Тут уже все достаточно сложно. Вот. Ну и спектр его компенсированных состояний. Вот он выглядит таким образом. То есть здесь вот есть некая аналогия с концепцией усилий. То есть есть два... Я тыкаю экран. Есть два двенадцатиполярных компенсационных состояний. То есть вот оно. Аналогия с конструктивными и деструктивными циклами. Есть два шестиполярных компенсационных состояний. Аналогичных шестиполярному качеству. Два четырехполярных. Вот. Некий аналог того четырехполярного электромогнетизма. Вот числит трехполярное. И шесть двухполярных компенсационных состояний. Ну вот. В такой структуре соответствует, скажем, если мы рассмотрим шесть кладков, шесть семтикладков, тогда если мы это рассматриваем как некую целостность, тогда мы получим другой набор компенсированных состояний. И глядя на них, мы можем сказать, что часть из них, она скорее всего, ну, мы скорее, то, что мы можем описывать, это вот эти. А скажем, в чистом виде вот эти состояния мы их регистрировать не можем, потому что вся наша регистрирующая аппаратура, все наши теории, вот они основаны на едином качестве, а эта напрямую с этим не имеет общих компенсированных состояний. Ну, второй пример – астрология. Там тоже имеется двенадцать знакомых зодиака. Я не специалист в астрологии, но там есть, скажем, комбинации по четыре, по три, вот бинарные комбинации. И вот, скажем, когда говорят о какой-то там тройной конфигурации, то это, опять же, не три бинарных, а это вот именно вот случай такой тройной, который показан в качестве трехполярного компенсированного состояния. Ну, и как-то завершая свое выступление, я хочу вернуться к названию доклада, когда там говорилось о времени и вечности. Ну, вот, когда мы говорим о времени, говорим это в понятии таком лютоновском, когда время является по сути неким параметром в описании того или иного динамического процесса, или говорим о пространстве и времени, когда это некая единая конструкция. И в том, и в другом случае мы имеем именно двухполярную конструкцию. То есть это разные системы двухполярных отношений. И вот в рамках того, что я говорю, то есть вот с точки зрения полярности это практически одно и то же. Дальше, когда мы говорим об измерении времени и о времени как таковом, всегда время, ну скажем, в качестве часов мы можем взять любой процесс. И вот с помощью его измерять. Ну вот, пожалуйста, там сыпется песок, может капать вода, сходит-заходит солнце, мы можем мерять пульс, это использовалось. Но можем взять колебания ветки, но это будет неудобно, лучше взять какой-то более стабильный. Ну, берем там шкарф-кварцевый генератор, шквартовый генератор, радиоактивный распад, тут же. Здесь это все вопрос удобства, но время появляется, когда у нас есть какая-то динамика. И, ну, в случае двухполярных качеств, ну, тут все понятно, тривиально, это то, с чем мы живем. Но, так как мы заметили, что компенсированное состояние, оно связано с каким-то силовым воздействием, и, соответственно, с какой-то динамикой, то мы можем говорить о, скажем, о времени, которое связано с трехполярным качеством. И из того, что мы рассмотрели двухполярное и трехполярное, они выделяются совершенно особо, потому что только эти два качества, в отличие от всех остальных, которые мы только сможем придумать, они являются в некотором смысле элементарными. То есть вот эти отношения, они не делятся на более простые. И если говорить с точки зрения какого-то, что вот есть, например, трехполярный мир, то он никак не может взаимодействовать с нашим двухполярным миром. Они могут быть как-то вложены друг в друга, но при этом совершенно никак друг друга не чувствовать, никак не взаимодействовать. Ну, и с точки зрения, вот я пытался привести примеры, когда вот при переходе, скажем, от двухполярного качества в четырехполярный, то есть вот некая такая характерная динамика, которая связана с этим качеством, то есть вот все кардинальным образом меняется. И вот какие-то понятия локальности, формы, границы, это все связано только с двухполярным качеством. Все остальные, они будут давать вот что-то, ну, так сказать, нелокальное. Причем характер этой нелокальности, он будет совершенно равный для каждого этих качеств. Поэтому, ну, вот, наверное, то, что тройка, она так любима различными духовными учениями, и в то же время, если мы смотрим материю на каком-то микроуровне, вот там появляется. Возможно, что именно с этим типом отношений связана, ну, может быть связана некая иная конструкция времени, которая по отношениям к нашему времени будет выглядеть как вечность. В смысле, что там нет начала, нет конца, там, все слито, но при этом это, наверное, даже гораздо более богатый мир, чем вот этот мир в двухполярных отношениях. Потому что все в двухполярных отношениях. Ну, как-то это... Есть ли вопросы про вечность? Пожалуйста. Ну, у своей точки зрения совершенно правильно в своем выступлении отметили, что личный духовный опыт отдельных людей, уж если брать в пределе, что называется, там, Будда, Иисус Христос, Мухаммад, их совершение для них самих, для их близких подвижников, совершенно не требовало каких-либо научных доказательств. Несмотря на то, что то, что они делали в ходе каких-либо научных экспериментов, доказать невозможно. А почему невозможно? Потому что современная наука, с моей точки зрения, она подменила принцип практика критерий истины принципом повторяемости тех или иных явлений в ходе экспериментов научных критерий истины. Вот как Вы считаете, не пора ли в современной науке отказаться от повторяемости в качестве, как бы, обязательного атрибута научных исследований, скажем так, научных доказательств? Ну, я, может быть, не очень чётко это поговорил, но я повторюсь, что вот эта схема, она позволяет, наверное, в каком-то смысле провести границу между наукой и религией. В том смысле, что то, что у нас наука в самом широком смысле, то есть я имею в виду там и точные, и гуманитарные науки. Вообще любой текст, любая мысль, всё, что мы можем подумать – это вот здесь. Наше обыденное и научное сознание – это вот здесь. То есть вы имеете науку, пока Вы, как субъект, отделены от объекта своего исследования. А иначе, ну, то есть. А когда, вот, скажем так, некая граница духовного мира, и если внимательно проследить вот некую логическую структуру, то есть и каких-то практик, и то, что вот пишут мистики, то они подчёркивают, что первое – это нужно уйти вот от этого. То есть нам имманентно присущи иные качества, но то, что делает религия, она, ну, скажем, практики, некоторые духовные практики, они позволяют человеку коснуться к этому миру. Поэтому, ну, мне кажется, неправомощно говорить, что вот наука должна что-то и заняться вот этим. Она этим не может заняться в принципе, оставаясь наукой. Это две разные сферы. А так вот, может, не пора ли ликвидировать эту пропасть между научным и религиозным мистическим познанием мира? Вот если отказаться от этого принципа, эксперимент, критерий истины, то вполне возможно, что раньше, когда были Сократ, Пифагор, такой пропасти-то не было между научным и мистическим познанием. Она появилась только после возникновения западной европейской научной школы. В рамках отдельно взятой личности мы, конечно, можем это все объединять. Но, чтобы наука как социальный институт, вот, скажем, религия как другой социальный институт, вот попытка их как-то смешивать, вот без понимания, что это иное качество, оно, мне кажется, вредит и религии, и науке, потому что вносит только некую сумерницу. И там есть точно так уже. Я считаю, что путь духовного развития, он чрезвычайно строгий и экспериментально подтверждается. Вы получаете состояние, которое... Вечность кончается. Они... Ну вот... Должны тоже очень строго верифицироваться, потому что там есть очень много крелестей, заблуждений, когда принимается одно за другое. А вот когда реальный опыт там... Там вот это разделение. Так, ну... Поскольку время кончилось, и вечность тоже, давайте поблагодарим доплатчикам. После прерыва, у нас последнее на сегодня вступление у меня, поговорим о том, что и где искать хотелось бы пирамидах или в других местах. Краснояр у нас. Конецμέ Summer Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok